В муниципалитете сегодня проживает свыше 139 тысяч избирателей, которые прикреплены к различным участкам. Однако добраться до них не всегда легко, поэтому в этом году были организованы дополнительные формы голосования. Проголосовать в таких автобусах с официальной символикой сегодня могут избиратели, которые живут достаточно далеко от своего участка. Правда, время работы выездных пунктов от основных отличается. Например, сегодня они начали работу в 2 часа дня и закончат в 6 вечера. Графики их работ согласованы со старостами деревень и старшими по домам в новых микрорайонах. Практика показывает – это удобно. Ведь вместо того, чтобы ехать на свой избирательный участок, например, в Калиновку, жители ЖК «Амай» и деревни Горки смогли проголосовать рядом с домом. Мне было удобно приехать сюда, сделать вопросы по ремонту и проголосовать. Поэтому очень удобно. Не нужно ехать в Калиновскую школу, дополнительно делать маршруты. Удобно, хорошо. То собирались ехать куда-то, а то подошли и проголосовали. Сейчас до конца еще не настроена схема общественного транспорта. Поэтому поступает много одобрительных отзывов от жителей и срока благодарности, что мы помогли им сделать в этот день свой выбор. Такая система надежна. Проголосовать дважды в брендированном автобусе и позже на основном участке нельзя. Списки избирателей не дублируются. В остальном все так же официально. Отдельная кабинка, опечатанная урна и наблюдатели от разных партий. У нас также есть такие участки удаленные, которые находятся непосредственно в помещениях. То есть мы договорились с собственниками помещений, чтобы там на время разместить участковые комиссии, выездные бригады, чтобы там могли воспользоваться своим правом избирателей. Вот, например, в пригороде Лесной у нас такая же ситуация. То есть они находятся в деревне Месайлова, большая достаточно застройка, а участок находится в Молоково. Всего в муниципалитете 15 территорий, где применяется дополнительная форма голосования. Такие избирательные участки в новинку, поэтому их работа вызывает особый интерес. Сегодня они завершают свою работу. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Александр Логинов, Елена Кошелева.